Всем привет, друзья! Сегодня, уважаемые подписчики и все зрители моего канала, будет очень интересная, так сказать, информация. Пожалуйста, настройтесь. Если вы желаете, так сказать, новшества, буду с сегодняшнего дня, буду стараться подписывать под каждым видео информацию, о том, сколько тем будет в моем видео. И вам будет легче ориентироваться, чтобы не просматривать все видео, и когда вам будет это надо, то вы сразу набираете снизу и смотрите. С нуля началось 5 минут, первая идет тема, потом 3 минуты, вторая, например. И там 10 минут последняя тема, 3, 4, 2 темы, сколько в видео. И это будет вам очень удобно смотреть эти видео. Сначала, конечно, вы можете смотреть все видео, а потом, когда вам что-то понравится, вы можете поставить лайк, это будет ваше любимое видео. Они у вас будут, как говорится, на специальной лайк, так сказать, видео, где вы можете это высмотреть. Или можете скачать это видео. Ну, желательно, конечно, скачать, потому что интернет, YouTube, все постоянно меняется. И когда у вас все скачано на специальный hard drive, это специальная память, такая приставочка есть, вот, то оно будет всегда у вас, когда вам надо что-то вспомнить. Ну, естественно, еще желательно записывать в дневничок. Когда вы записали в дневничок, так, видео такое-то, 3 темы. Борьба с мышами, борьба еще с сосами, и, как говорится, солнечная воскотопка, или еще что-то. Таким образом, вы будете знать, когда, ага, так, мне надо такое видео, под номером 25, Павел Би, окей, здесь мне солнечная воскотопка интересует. Сегодня я расскажу о солнечной воскотопке. Приблизительно так я вам показал, как это работает. 1959 года, журнал номер 9. Прочитаю, солнечная воскотопка с электрическим подогревом. Что интересно, друзья, воску и у пчеловодов, он идет, ну, так сказать, основной строительный материал. И все пчеловоды всегда заинтересованы, чтобы воска была побольше, чтобы его можно было сдать, получить восчину. Ну, и в дальнейшем, чтобы иметь хорошую сушь, потому что сушь постоянно устаревает, ее нужно перетапливать. Ну, естественно, это все знают пчеловоды, которые имеют небольшой хотя бы опыт. Поэтому солнечная воскотопка обязательно должна быть у каждого пчеловода. Естественно, у меня ее нету. Знаете почему? Нам не надо сдавать в Америке, в США. Нету такого закона сдавать воск, чтобы получить взамен эту самую ващину. Тут, пожалуйста, заказал, привезет по почте машина почтовая, по интернету заказал, привозит прямо на дом ящик и с ващиной, и с рамками, и со всем. Очень хороший сервис. Ну, естественно, берут денежки, конечно. Если бы это вынуждало меня сдавать, то я, естественно, бы старался устроить, так сказать, солнечную воскотопку. Ну, один раз мой сынок собрал рамочки, перетопил их на газовой печке, так сказать, этот воск. Сделал небольшой круг для эксперимента. Я его попросил, он захотел сам сделать. Итак, подготавливаю так. Солнечная воскотопка с электрическим приводом, подогревом. Подготавливая пчел к зимовке, пчеловода одновременно со сборкой анес выбраковывают сушь. Эту сушь в связи с наступлением прохладной поводы не всегда удается перетопить на солнечной воскотопке. Ну, это осенью обычно солнце уже падает, как говорится. Приходится ее разваривать и пропускать через пресс или хранить до весны. Как я уже говорил, что можно ее разваривать, но это длительная работа, и через пресс. Оберегая от грызунов и моли, потому что моли, и мы всегда стараются это использовать. Я решил использовать солнечную воскотопку. Несколько переоборудовал ее и применив электричество. Эта воскотопка представляет собой противень со следующими размерами. Длина ширина по 400 мм, высота передней стенки 200 мм, задней 300 мм. В задней стенке просверлено отверстие, через которое протянут электрический шнур. Под противень посередине ставится электроплитка. Я думаю, это всем понятно, что такое электроплитка. Но обратите внимание, под противень, но не прикасается к самой жести, это к противню. Сушь помещена на противне, быстро тает, воск капает в ванночку. Из черной суши выходит до 30% чистого воскокапанца. Вытопки я развариваю и пропускаю через пресс. От электрической плитки, самое важное, запоминайте, до низа противня должно быть не менее 10 см. 10 см такое приблизительное расстояние, друзья. То есть, обратите внимание, если расстояние уменьшить, то воск будет пригорать. Поэтому, друзья, когда вы будете пробовать основную месель, вот и вся эта статичка небольшая, но качественная. То есть, он использует, так сказать, электрический подогрев и емкость солнечной воскотопки для того, чтобы быстренько, так сказать, растопить рамки. А остальные вытопки разваривают и пропускают через пресс. То есть, у него выходит где-то 30% чистого воска. Это вот такая вот работа у него. Что еще могу вам прочитать, друзья, из этой статьи, вернее, из этой страницы? Еще одна статейка о расположении литка для нуклеуса. У лях-лежаках сбоку основных семей пчеловода обычно содержат нуклеусы с запасными матками. Прием этот получил повсеместное распространение и не случайно. Нуклеусы в этих условиях нормально развиваются и хорошо зимуют. Но есть в этом приеме недостатки. При помещении, например, уля в зимовнике, литки нуклеуса обычно оказываются между стенками двух смежных улев или очень близко к стенке зимовника. В результате этого пчеловод не имеет доступа к литкам нуклеусов, что не может не отразиться отрицательно на ходе зимовки. Опыт показал, что при окраске нуклеусной части передней стенки уля в другой цвет и устройстве литка вверху, стенки потери маток при возвращении со спаривания бывают не более 15%. Если взять 20%, то из 10 маток 2 могут потеряться, а в 8 остаться. Если взять 10%, то из 10 маток 1 может потеряться, а в 9 остаться. В общем, приблизительно это нормальный подход. Этот отход небольшой и с ним вполне можно мириться. Зато уход за нуклеусами в зимнее время значительно удобнее. Верхний литок подмором никогда не забивается. А подмор, которого бывает крайне незначительное количество, я удаляю сразу же после весеннего облета. Для систематического удаления подмора зимой можно делать и нижние литки, которые следует открывать лишь в зимовнике. Я сейчас покажу приблизительно, как выглядит этот заштрихованный. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Заштрихованная часть, это, так сказать, для нуклеуса сделано, а не заштрихованная, это основная семья сидит. Ее, конечно, можно перемещать. Сверху черточки, это показано, литки верхние и нижние литки. Ну, что я хочу сказать на эту тему? Я думаю, что пчеловод поделился, особого так я тут не замечаю, но вот такую информацию он поделился, тут напечатали. И еще небольшие интересные статейки. Значит, чем я затеняю улья, называется статейка. Пчеловодам известно, какую пользу дает пасеки затенение ульев от палящих лучей полуденного солнца. Обычно для затенения сажают кустарники, вишни, сливы, яблони. Но их ведь скоро не вырастешь, а пасека нередко приходится перевозить и на новые места, где нет деревьев и кустарников. Вот уже три года для затенения ульев я успешно переменяю кукурузу. Кукуруза быстро растет. Как только прекратятся ночные холода, я сажаю специально приготовленные на южной стороне улья ямки с удобрением 3-4 зерна кукурузы. Из этих семян вырастают сильные здоровые растения, очень хорошо затеняющие улья. Я заметил, что затененные таким образом семьи пчел дают меда больше. Ну тут он пишет на 12-15 килограмм. Больше семей такой же силы, но не содержащих незатененные. В этом сезоне я посадил кукурузу из северной стороны ульев. То есть вот маленький небольшой рецепт, если у вас открытая местность, цветок где-то перевезли, поставили. Вы знаете, сильная жара правда дает большие проблемы. Пчелы выкучиваются, висят так сосулькой снизу. Ну естественно они не работают в это время. И создается большая потеря, ну так сказать, энергии. Ну все страдают от жары. Естественно пчеловоды заинтересованы, чтобы каким-то образом улучшить состояние пчелиных семей. Еще один интересный случай. Называется редкий случай. Мне хочется поделиться с читателями интересным случаем. На пасеке совхоза Михайловский перевал Геленджинского района, пчеловод Демитченко, мы обнаружили много маток, живших в одной семье. Это было в первых числах июня 1958 года. Их было 8 штук. Когда я приехал на пасеку, через 10 дней матки стали плодными. Их осталось 6 штук. Две по каким-то причинам не оказалось. То ли они не смогли плодотвориться, то ли и убрали их. На улей был поставлен второй корпус, и 6 маток хорошо откладывали яйца. Одна из них была старая. Каждая матка занимала свою рамку и червила от планки до планки. И только одна была в нижнем корпусе. А другие 5 во втором корпусе. Ввиду того, что места им не хватало, пчеловод взял от них 12 рамок с печатным расплодом и отдал другим семьям. Имеется ввиду, не хватало места, потому что все засеяли. Вот. И что дальше? 12 рамок с печатным расплодом забрать, вы знаете, это 2 хороших семи можно сделать. Или одну такую лучшую, качественную семью, если 12 рамок от водок сделать. Интересуясь этой семьей, я за 1958 год 4 раза осматривал гнездо и находил все 6 маток. Последний раз осенью 1958 года вместе с 3 пчеловодами проверил эту семью. Все матки, в том числе и старые, были на лицо. Семья пошла в зиму на 24 гнездовых рамках, утепленная сверху подушкой. Признаков роевого настроения за весь сезон в семье не было. Тогда как другие семьи роились. Обратите внимание на этот случай. Несколько маток вместе не создали признаки роения. Ну естественно, я тоже замечал, там где 2-3 матки практически. Так что это взять надо на вооружение и пробовать, практиковать. Я уже много разных опытов зачитывал с разных журналов. То вы отмечайте себе в журнальчике, подписывайте в тетрадке, что этот случай надо взять на вооружение. Далее. Не роились пчелы в нашем районе зимуют на воле. Эта семья хорошо облетывалась и уже в феврале в гнезде был печатный расплод строго в отдельности у каждой матки. Весной первых числах апреля в семье было по-прежнему 6 маток. Но осмотр 21 мая показал, что старой матки уже не стало. 5 маток живут дружно. Сейчас дочитаю. В одной семье. Наблюдения над многоматочной семьей продолжаются. Это Краснодарский край. Черепов. Итак, друзья. Вот это вот все, что я хотел вам сегодня дать в этом видео. Если вам интересно и понравилось вам, ставьте лайки. Не понравилось? Ну что ж, простите. Как мог старался. Удачи. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, комменты. Будем стараться отвечать. Возможно возникнут у вас какие-то вопросы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok